Всем привет! Меня зовут Артём, я ученик 11-го Б-класса. А я Зиля, ученица 11-го Е-класса, председатель Совета обучающихся лицея. Сегодня мы проведем для вас онлайн-экскурсию по лицее имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского Федерального Университета. Лицей вошел в структуру КФУ в 2013 году, а до этого в этом здании располагались Мариинская женская гимназия, 9-я Казанская спецшкола ВВС, 6-я школа декабристов и 33-й лицей. Мы вас приглашаем в наш любимый лицей. Чтобы попасть в здание лицея, необходим вот такой электронный пропуск, который есть у каждого лицеиста. Пойдемся! Здравствуйте! Мы находимся в историческом здании, которое служит образованию более 150 лет. Как вы можете видеть, внутренний облик здания сохранился с тех самых времен. Хотелось бы начать нашу экскурсию с нашей гордости Бюста Николая Ивановича Лобачевского, который был подарен лицею известным скульптором Игорем Башмаковым, работой которого украшают центральную улицу нашего города. В фойе лицея слева от нас расположены любимые стенды лицеистов. Здесь находится вся актуальная информация о лицее и его деятельности. Именно здесь можно найти информацию о расписании уроков, расписании дополнительных занятий и кружков, а также о графике проведения директорских контрольных работ. Вся информация также представлена на сайте лицея. А еще справа от нас в фойе ежедневно проходит утренняя танцевальная зарядка. Принять участие может каждый желающий лицеист. Ее проводит дежурный класс. Принять участие может каждый желающий лицеист. Находясь на первом этаже, проходим по коридору и наблюдаем индивидуальные ящики. Ключ от такого ящика получает каждый лицеист. В нем он может хранить все необходимое для учебы. Проходим дальше и попадаем в приемную, где вы можете получить справки и не только. Напротив кабинета директора находится кабинет заместителей директора по учебной работе. Раиса Махмуриевна и Доминовой. Она отвечает за олимпиадное движение в лицее. И Елены Борисовны Машаниной. На ее плечах лежит самое важное составление расписаний и контроль за учебным процессом. Здравствуйте, Елена Германовна. Подскажите, пожалуйста, все ли готово для учебного процесса в новых условиях? Здравствуйте, Елена Германовна. Наш лицей имени Николая Ивановича Лобачевского к началу учебного года в новых условиях готов. В настоящее время проделана большая работа для того, чтобы защитить наших учеников и педагогов от возможного заражения инфекцией, для того, чтобы снизить риск заболевания. В лицее с помощью родителей, родительского комитета, а также на мне бюджетные средства лицея было приобретено специальное оборудование и, конечно же, специальные дезинфицирующие средства. Поэтому я думаю, что учебный год будет хорошим. И, в конце концов, мы научимся соблюдать правила гигиены, а все остальное в наших руках. И очень хорошим будет этот учебный год, я в этом просто уверена. Большое спасибо. Выйдя из приемной директора, мы попадаем в информационно-библиотечный центр. Именно библиотека является сокровищницей всех богатств человеческого духа, как говорил Готфрид Лейбниц. Сейчас здесь подготовлены учебники для нового учебного года. В кабинете 1.4 находится оборудование, на котором мы можем создать кружки с пресс-сублимационной печатью, также футболки и баннеры. На лазерном гравюре без затруднений производятся магниты. Например, в прошлом году ребята вырезали номерки для лицейского гардероба. В кабинете 1.5 располагается медиакванториум. Это площадка для практико-ориентированной проектной деятельности. Ребята под руководством учителей на уроках технологии и проектной деятельности учатся создавать собственные файл-макеты с использованием брендбука КФУ и лицея. Мы продолжаем нашу экскурсию и поднимаемся на второй этаж. Это одна из красивейших аудиторий нашего лицея. Кабинет 2.2. Зал с белыми колоннами, в котором проходят уроки информатики и технологии. Это универсальный зал. Его можно разделить на две части специальным занавесом. Также здесь проходят такие мероприятия, как стажировки, конференции, советы учителей и педагогические советы. Гордостью лицея является музей от Мариинской гимназии до лицея КФУ. Директором музея является Алевтина Николаевна Гегорова, учитель общества знаний и истории в высшей квалификационной категории. Музей был основан в 2009 году благодаря меценатам, которые помогли воссоздать интерьер эпохи XIX века. Здесь все пропитано духом Мариинской гимназии. Второй музей, который есть в лицее, это музей 9-й специализированной школы ВВС. Именно здесь мы можем узнать историю еще одного образовательного учреждения, которое находилось в стенах нашего лицея. 9-ю спецшколу ВВС окончил герой Советского Союза Георгий Константинович Масолов. Он преподнес лицею свои тетради, которые находятся на наших стендах. Также хочется отметить, что выпускники 9-й спецшколы ВВС являются нашими постоянными гостями на праздниках, посвященных 9 мая и 23 февраля. Мы с вами находимся в кабинете физики. Он отлично оборудован для проведения различных лабораторных исследований. Ежегодно лицеисты достигают высоких результатов на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Наставник Олимпиадников Ольга Николаевна Храмова, учитель физики высшей квалификационной категории. Сейчас мы находимся в еще одном кабинете физики. Здесь преподает молодой учитель, который является выпускником нашего лицея, Никита Вадимович Тележников. А еще здесь мы можем увидеть экспозицию, посвященную 6-й школе декабристов, которая располагалась в нашем лицее с 1968 по 1999 год. А это один из любимых проектов лицея – Пушкинский бал. Он проходит ежегодно осенью в казанской ратуше. В нем каждый лицеист может окунуться в атмосферу бала 19 века. В 2019 году бал был посвящен 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 215-летию со дня основания Казанского университета. Перед вами стенд с лицейской формой. Это идея нашей школьной бизнес-компании «Вожатый 2.0». Бомберы и пол разрешены в лицее как повседневная школьная форма. К слову, форма в лицее – белый верх и черный низ, даже у учителей. Осенние бейсболки и футболки мы надеваем на крупные мероприятия вне лицея. Сейчас мы находимся в кабинете, где растят будущих программистов. Здесь юные информатики постигают азы программирования. Руководит Олимпиадным кружком учитель информатики высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Российской Федерации, народный учитель Республики Татарстан Сергей Иванович Михалин. Его воспитанники ежегодно становятся победителями и призерами самых различных международных олимпиад и турниров, среди которых турниры в Бухаресте, в Шумине, Международная олимпиада IOI, а также Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Зал Лермонтов. Здесь проходят уроки русского языка и литературы, конкурсы чтецов и стажировочные площадки для учителей различных языков. На стенах вы можете видеть картины, выполненные в технике «Шерстяная акварель». Оформлением занималась лицейская арт-студия. На них изображены произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. Стенд с национальными костюмами. В лицее татарский язык также популярен, как и русский. Каждый год лицей проводит различные встречи с татарскими поэтами, конкурсы чтецов на родном татарском языке, а также конкурс секретной национальной кухни, где лицеисты показывают свои способности в приготовлении татарских блюд. А это произведение искусства «Кот Казанский». Его рисовали гости из Южной Кореи на мероприятии, проходившем на территории лицея, в рамках проекта «Одна школа, одна страна». А это место, где наши герои могут отдохнуть между занятиями. Если вы поднимете глаза, перед вами возникнет гордость лицея проект «Бессмертный полк». Он стартовал в 2015 году и был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Учителя и ученики рассказали о своих дедушках и бабушках, которые принимали участие в войне. Была выпущена книга с рассказами ветеранов. А в этом году этот проект был в онлайн-режиме. Учителя и ученики принимали в нем активное участие. Видеоролик вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте и Инстаграм. Мы передвигаемся в кабинет химии. Здесь юные химики изучают данную на уроках, а затем проводят опыты, чтобы достичь высоких результатов на различных олимпиадах и конкурсах, среди которых Всероссийская Олимпиада школьников. Руководит Олимпиадным клубом учитель химии высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Республики Татарстан Ольга Николаевна Романова. А еще выпускники лицея получают высший балл на Зинге. А мы находимся в кабинете математики. Его оформлением также занимались лицеисты, которые посещают занятия лицейской арт-студии. Математика – точная наука, и каждый должен знать ее на сбок. По этому предмету у нас больше всего участников во Всероссийской Олимпиаде. Готовят призеров и победителей лучшие учителя лицея. Это кабинет родного языка. Его наполнением занимались лицеисты под руководством учителя родного языка высшей квалификационной категории Малмыгиной Долорас Махмуревны. А еще в этом кабинете лицеисты пишут материалы для различных проектных работ. А мы находимся в кабинете английского и французского языков. Это разделение видно невооруженным глазом. Английский язык является основным иностранным языком, а вторым – французский. А теперь мы приглашаем вас в актовый зал. Именно здесь проходят все праздничные и торжественные мероприятия нашего лицея. Сборы совета обучающихся, советы родителей и родительских собраний. А еще зал является местом проведения уроков музыки и искусства. Заслуженный работник культуры Альцбурга Татарстана Гузель Анварова Гимаева растит в будущих звезд сцены вокальный ансамбль «Лимонад». На территории актового зала располагается кабинет заместителей директора по воспитательной работе Олега Олеговича Романенко и педагога-организатора. Там располагаются все награды, полученные лицеистами в интеллектуальных, культурных и спортивных состязаниях. Также здесь вы можете раскрыть свои все таланты во внеурочное время. Биология – естественная наука. Добрая половина лицеистов увлекается ее изучением, а также изучением экологии. Руководит Олимпиадным движением учитель высшей квалификационной категории по биологии, заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Татарстан Наталья Ивановна Софиулина. Ее ученики не раз становились победителями и призерами различных Олимпиад. А мы спускаемся на второй этаж. Любимое место наших учащихся – лицейская столовая. Каждую перемену лицеисты мечтают отведать в фирменную выпечку от нашего шеф-повара. Кормят здесь комплексным обедом, что значительно уменьшает время ожидания в очереди. Танцевальный зал. Здесь проходят уроки хореографии. Их проводит заместитель директора по воспитательной работе Олег Олегович Романенко, а также Есения Владимировна Щукина. Именно под ее руководством развивается лицейский танцевальный ансамбль «Талисман», который принимает участие во всех торжественных мероприятиях. Также лицеисты готовят свои танцы для новогоднего вечера, для пушинского бала и других мероприятий. Зал Симонов. Оформлен он силами лицейской арт-студии. Ребята написали картины и посвятили их 200-летию со дня кругосветного плавания Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева и 225-летию со дня рождения Ивана Михайловича Симонову. Здесь проходят уроки географии. Мы находимся в лицейской типографии. Далеко не каждая школа может похвастаться собственными СМИ. В лице их целых три. Лицейская газета «Лига», лицейское радио «Лира», лицейская студия телевидения «Лист». В этом кабинете верстается и печатается лицейская газета. А еще в этом кабинете мы можем найти заместителя директора по учебной работе Ирину Александровну Хавкину. Она отвечает на все вопросы, связанные с проведением ГИА, а также информационным обеспечением в лицее. Завершается наша экскурсия в лицейском дворике. Здесь проходит торжественная линейка, посвященная 1 сентября. Мы знакомимся с новоиспеченными лицеистами и провожаем выпускников. Также в теплое время здесь проходит ежедневная утренняя зарядка. Субтитры создавал DimaTorzok Наша экскурсия подошла к завершению. Подписывайтесь на наш инстаграм, ставьте лайки. Ждем вас в нашем лицее. Спасибо. 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 Спасибо.